Хайошки всем, с вами Стив Про, и сегодня я вам покажу 5 секретов в Майнкрафте Пакт Дивижн. Данные секреты вы вряд ли могли знать, и вообще кто-то их вряд ли мог знать, и поэтому именно сегодня будет только 5 секретов, потому что они будут довольно редкими. Что ж, давайте начнем с самого первого секрета, он довольно примитивный, но все же вряд ли вы могли бы об этом знать. Ну, будет немного жестоко с обращением с животными сегодня у нас, так сказать. И, собственно, друзья, давайте мы возьмем этого бедного кролика. Так, и отлично. Собственно, друзья, первый секрет заключается в том, что мобы в Майнкрафте тонут. Да, может быть кто-то об этом и не знал, но лично я об этом не знал. Что ж, давайте наблюдать, вот наш бедный, бедный кролик, которому можно просто посочувствовать. Он там потихонечку тонет, и давайте посмотрим, что с ним произойдет. Собственно, вот он умирает, и он умер, друзья. Как видите, мобы задыхаются. И вправду, мало кто мог подумать о том, что мобы и вправду могут задохнуться. Также может задохнуться и голем, и слизень, любой моб задыхается в Майнкрафте. Собственно, друзья, давайте положим обратно это яичко. Ну, второй секрет заключается в глазе Эндера, точнее в жемчуге Края. Собственно, с помощью него можно легко телепортироваться, к примеру, в ад. Давайте мы на это посмотрим. Как видите, мы просто телепортировались с помощью жемчуга Края. Также можно телепортироваться и обратно. Вот, как видите, мы телепортировались. Собственно, вот генерация ландшафта, и отлично. Все довольно быстро. Ну и, друзья, это все займет пару секунд. Ну ладно, переходим к третьему секрету. И он заключается в том, что если в мире у вас появится зомби с броней, то на солнце гореть не будет. Но, друзья, вы знаете, что у него есть броня. И мало кто из знал, если он будет находиться в броне на солнце, его броня будет потихонечку ломаться. И ломаться будет не только шлем, а ломаться будет целиком вся броня. И она сломается только тогда, когда он будет стоять под солнцем. Поэтому в скором времени все равно этот зомби умрет. Но если он не будет стоять, конечно, в воде. Если же он будет стоять в воде, то броня ломаться, к сожалению, не будет. Ладно, переходим к четвертому секрету. Он, опять же, довольно примитивный. И заключается он в пауках. Мало кто, опять же, мог подумать, что в Майнкрафте есть физика. А именно, связанная с пауками. Пауки хорошо себя чувствуют в паутине. Как видите, паук в паутине совершенно как в обычном блоке. То есть он даже не застревает. Собственно, друзья, я знаю, что довольно примитивно, но мало, опять же, кто мог знать. Ладно, переходим к пятому и последнему на сегодня секрету. Но для этого нам придется включить использование тулбокса. Собственно, друзья, находим функцию. Что-то спавнить сущности. И находим лычбольд. Отлично. Собственно, пятый секрет заключается в том, что при попадании молнии в определенных мобов, у них появится определенная способность. Например, если в крипера попадет молния, давайте мы на это посмотрим, он превратится в заряженного крипера. Если в свинку попадет молния, он превратится в свинозумби. Если в жителя попадет молния, молния, то он превратится в ведьму. И ведьма сразу выпила зелье вздоровления. Умная-умная ведьма. Ну и, собственно, друзья, вот такие пять секретов были у нас сегодня. Если вам понравилось, обязательно поставьте лайк. И не забудьте подписаться на канал. Субтитры сделал DimaTorzok